Поздравляю вас с этим замечательным событием. Совсем недавно, в 2009 году, депутаты городского парламента обратились к президенту с этой просьбой присвоить в городу полпино звание города воинской славы. И с этой же просьбой обратились к президенту и наш губернатор Валентин Иванович Матриенко. И вот вы знаете, что буквально недавно, 22 июня, в Кремле мы получили вот эту грамоту. Я ее показываю вам. Конечно, город Колпино достоин, как никакой другой город носить это звание. Потому что первые военные месяцы город Колпино оборонялся без регулярных частей Красной Армии. Вы помните, уже более молодое поколение помнит фильм «Ижорский батальон». Вот таких три «Ижорских батальона» было сформировано военные в начале 1941 года из жителей Колпино и рабочих «Ижорского завода». И именно они не пустили в город Колпино и дальше Петербург врага. И что примечательно, что все военные годы, хотя граница и фронт находились в 3 километрах, завод работал. Говорят, что его не бомбили немцы, я недавно слышал, якобы потому, что на заводе работали пленные немцы. И им было жалко своих народичей. Но это не так. Не было пленных немцев на заводе. И завод бомбили и обстреливали прямой наводкой каждый день. И рабочие работали в разрушенных цехах и даже в подполье, в подвалах. Но все равно выпускали продукцию. Это была броня для дотов, это была броня для танков, это была броня для бронемашин и многое-многое другое, что так было необходимо в военные годы. И все эти годы завод работал. Я поздравляю вас сегодня с этим замечательным событием. Я хочу, чтобы Колпицы жили долго и счастливо. Хочу, кстати, спросить вас. Вы любите наш город Колпино? Да! Мы уважаем наших ветеранов? Да! Мы любим Санкт-Петербург? Да! Спасибо, дорогие друзья. С праздником вам!